всем привет меня зовут роман переборщиков и руководитель просветительского проекта курилка гутенберга и это наш подкаст станчона в котором мы говорим с учеными популяризаторами науки о науке и вместе со мной игорь тирский и сегодня наш гость александр пиперский кандидат филологических наук научный сотрудник высшей школы экономики доцент российского государственного гуманитарного университета лауреат премии просветитель 2017 года за книгу конструирование языков от эсперанто до дотракийского привет привет саш ну и что по традиции давай по традиции 1 1 вопрос на человека который занимается и филологии и лингвистикой чем отличается эти две области знания ли науки можно так сказать наверно друг от друга для простого человека который не знает ничего лингвистика традиционно это то что изучается на филологических факультетах действительно так организационно бывает устроено но это все-таки довольно разные дисциплины потому что в центре внимания филологии стоят тексты причем авторитетные тексты текста которые мы считаем хорошими ценными вот мы любим пушкина вот мы изучаем пушкина нас волнует каждое слово в том что он написал мы изучаем толстого пушкин и так далее это филология а лингвистика это наука о человеческом языке о том как люди разговаривают и некоторые мысли для лингвистики пушкин может быть даже не более ценен чем миллионы его современников ну от которых до нас к сожалению ничего не дошло но или чем любой из нас любой человек говорящий на русском или каком угодно другом языке то есть здесь мне кажется что различие фокусе внимания и в таких вот ценностных установках мог бы то перевести что имеется ввиду именно не более ценен чем любой из нас то есть это в каком контексте имеется в том контексте что то что сейчас нами происходит это очень интересное социальное биологическое явление вот мы сейчас разговариваем а вот мы обмениваемся какими-то звуками они как-то влияют на собеседника вот я что-то говорю у вас мозгу что-то происходит и это вообще в некотором смысле чудо потому что вот я могу сказать дай мне воды и передо мной появляется стакан воды как это вообще работает магия да я сделал пару движений языком как-то выдохнул воздух как-то там рот расположил каким-то особым образом и вода появляется и надо сказать что мы удивительным образом умеем использовать эту сложную систему более или менее одинаково то есть мы все знаем надо сказать дай мне воды они дай мне водой нас никто этому не учил никогда то есть мы конечно потом в детстве мы это выучили потом в школе нам рассказали что бывают какие-то падежи что водой это творительный падеж но ребенок этого не знает нормальный человек во взрослом возрасте тоже этого не знает об этом не думает тем не менее прекрасно говорит по-русски прекрасно справляется с сложной сигнальной системой и в итоге все получается получается коммуникации и вот это на самом деле очень интересно даже если мы не пишем каких-то гениальных художественных произведений а получается большинство людей которые не занимаются профессиональной филологии лингвистикой но и вообще языками они сталкиваются с этим в школе на уроках русского языка литературы на литература меньше степени в больше уроках русского языка когда изучают грамматик вот эти подлежащие сказуемые вот это зачем изучать для чего в школе нужно ученику но человеку вообще знать что такое подлежащие сказуемое если он и так говорит на языке и так он пишет и знает как писать на языке зачем ему изучать эти конструкции например уже не помню я вряд ли сейчас разложу предложение да и 99 процентов вряд ли разложу предложение по вот этим составным частям и падежи правильно вспомнят наверное сейчас кстати больше стало вот об этом тоже поговорим вот и зачем это нужно да да этот вопрос вообще применим ко многим школьным дисциплинам да зачем нужна биология зачем нужно знать анатомию если мы и так умеем ходить дышать и есть да ну в общем незачем большинству людей не понадобится да врачами станет там какой-то небольшой процент а все остальные могли бы и так точно так же с языком вот мы вроде бы это сами умеем говорить в первую очередь но все-таки интересно понимать как это устроено у меня есть много претензий к школьному курсу русского языка вообще лингвисты часто говорят что школьный курс грамматики устарел лет на 100 но это наверное все науки с этой проблемой сталкиваются да потому что в школе прикрываем математики математики тоже жалуются что-то не то даже это надо преподавать не так да ну то есть это просто для того чтобы понимать как устроен мир вокруг нас вот в этом аспекте другое дело что там есть еще одно важное соображение говорить-то мы умеем а вот писать мы конечно учимся специально но в школе или до школы и письмо вообще лингвисты немножко немножко критически к нему относятся потому что для большинства людей язык это первую очередь письмо это первую очередь грамотно писать самом деле совершенно такая наносная вещь потому что абсолютное большинство языков мира а их 7000 сейчас на земле бесписьменные язык может существовать без письменности грамотное письмо это такое умение ну примерно как есть ножом и вилкой они руками красиво одеваться и так далее и этому вот как раз очень много учат в школе то есть школе 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 на школьных урок русского языка очень много времени уделяем тому чтобы писать н и два н правильно ся с мягким знаком или без мягкого знаков этом где как надо чтобы потом по нашему письменному тексту было видно что мы образованные люди то есть это еще одна функция уроков русского языка который нету видимо других школьных уроков это вот 10 лет которые создают такой вот фон фон который позволяет всегда понять насколько человек способен учиться а если человек не умеет писать тся и тся у нас возникает вопрос вообще готовлю он каким-то более сложным вещам насколько его можно доверять в каких-то более специальных областях так что это на самом деле тоже важная такая социальная функция школы письменного языка в этом смысле вот вы говорите тся и тся вот у меня есть друг он отличный специалист своих областях он реально даже открытие совершил о нем статья на википедии есть но он часто пишет с ошибками почему ужасными и я спросил его почему так почему ты не можешь взять и выучить я не могу у меня дисграфия и вот как что это такое за почему это возникает может быть мне кажется к врачам скорее я понимаю но все равно это связано с языком как раз связано с интерпретацией на письме то есть вот как раз таки наверное может быть да нет ну конечно просто у людей бывают какие-то когнитивные способности которые отличают их других но вот кто-то не умеет запоминать графический облик слова да ну что поделать на самом деле мы же когда пишем мы не столько применяем правила сколько но как-то обучаем эту нейросеточку в мозгу которая понятно что делает на самом деле да возможно мы завлекаем знакомое написание из памяти да то есть если мы знаем что например глагол даться напишется с мягким знаком да то мы просто помним и извлекли вряд ли мы думаем каждый раз что что делать даться что сделано да да дается без мягкого знака ну вот такие вещи не очень понятно как устроены конечно нельзя утверждать что есть прямая связь между когнитивными способностями в разных областях да то есть конечно человек может быть гением в своей профессии а писать при этом плохо точно также может плохо считать или плохо играть в шахматы это просто разные умения но все-таки как-то скоррелированы то есть если вы посмотрите это вы обнаружите что известные ученые обычно правильно расставляют запятые да ведь напишут сяйца без ошибок бывают исключения это нормально но другой стороны а с другой стороны там есть ли человек я сейчас не хочу никого обидеть но если человек работает кассиром в магазине он скорее всего будет делать грамматические пунктуационные орфографические ошибки но вот что это показывает как тест на айкью грубо говоря да то он тоже показывает корреляцию общую но не значит что если там у кого-то меньше айкью то он все ай-яй-яй там я дурак типа да ничего не могу абсолютно вот и у кого-то высокий айкью он может ничего и не делать жить себе жить вот получается да довольно такая забавная вещь и получается а вот можно ли протестировать получать человека не только тестом на айкью получается а вот таким тестом на русский язык вот наверное получается да экзамен по русскому языку то есть если он плохо его сдал значит все непонятно зачем это делать на и экзамен по русскому языку в том виде в каком мы их действительно имеем вот г в девятом классе егэ в одиннадцатом классе они вырождаются во что-то настолько уродливое что к сожалению здесь есть больше вопросов чем 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 пользы ну потому что люди приучаются вот эти вот 20 заданий сколько их там по шаблону сделать да и естественно вот ну как с тестами на айкью тоже я помню в детстве моя семья выписывала какой-то такой журнальчик был будь здорова или что-то такое там в конце публиковались тесты на айкью я их с большим удовольствием решал да но понятно что дальше это тоже становится такой натасканностью а естественно часто когда критикуют тесты на айкью тоже говорят что ну вот нельзя сравнивать людей которые все время в школе или где-то решают эти тесты с людьми которые приходят и спонтанно получают тесты должны продемонстрировать интеллект также с грамотностью с русским языком то есть я бы повременил вводить экзамены для того чтобы кого-то по не судить но они уже к сожалению есть а вот да вот иногда даже некоторых компаниях предлагают чуть ли не написать сочинение у меня даже такое было один раз правда на английском но неважно но все равно было такое не вообще есть достаточно известная организация тотальный диктант которая по сути для всей страны организовывает раз в год подобный экзамен думаю что тоталитарный диктант я хочу так сказать тоталитарный диктант однажды над нами кто-то так пишет я про то что они точно так же устраивают такой экзамен и большинство людей пишут очень плохо да по моему там большей части оценок всегда двойки я проходил я проходил я честно скажу я написал его хорошо у меня было четыре или пять ошибок но мне поставили два я такой чего там запятые две там еще что-то было тире не там поставил и пару слов там букву пропустил но девяносто девять процентов то я верно написал а вот буквально там пять ошибок не два поставили что как вот оценивают как математическая задача можно сделать девяносто процентов правильно но если сделаешь две-три ошибки то все ответы получает какой-то другой человек это поймет же что я написал имеется имеется наверное ты хочешь сказать что стоит ли из одного процента ошибки до делать так скажем вывод о том что человек совершенно неграмот конечно потому что двойка означает то что это балбес ну да совсем условно разница между одним процентом и пятью процентами уже или там десятью процентами ошибок никого никого тут буквально одна ошибка едва у тебя ну ни одна конечно да не еду что тройка вот она норм да вот два уже все уже да ну нет на этом вопрос вообще делает ли оценка хорошо людям вообще надо ли оценивать да какую роль вообще вообще по суде потому что сотни тысяч людей приходит писать тотальный диктант нравится это видимо где есть некоторая склонность к мазохизму до не дополучили еще хочется во взрослом возрасте правильно на самом деле тотальный диктант ведь не только про про это не только проверить себя там еще большая образовательная программа вокруг него это наверное как раз главная составляющая когда мы поставили людям двойки зато неправильно писали тяйца дальше мы что-то интересненькое про язык рассказы это в некотором смысле важнее вот вьетнамские флешбеки с школьные диктанты да люди приходят за диктантом я я много сотрудничаю с тотальным диктантом за все эти там десять лет пять или шесть лет да скорее пять я так до сих пор и не понял вот как может человек добровольно прийти писать диктант а в школе но ставишь но люди реально приходят ну кстати школе я хорошо писал диктанты вот и всему учитель русскоязыка смотрит он знает что я прав я писал почти себя на 5 на 4 но в целом вот да сейчас не очень видимо случился с другой стороны бывает что люди добровольно свободное время решают шахматные задачи да почему бы нет это тоже такая же разновидно интеллектуальной деятельности вот у меня вопрос так как я общаюсь в основном с учеными из-за так скажем естественно научных областей я там с легкостью могу отличить от там антрополога физического вот как елена сударь как на приходила до социального и культурного контентрополга но я совершенно не могу для себя разграничить такие профессии как лингвисты филологи что еще есть вот кстати да вам то есть расскажи пожалуйста в чем отличие лингвистов от фил от филологов ну вот мы говорили о про лингвистику филологи в чем отличие а именно чем занимается современной филологи я бы так сказать даже сказал вот что сейчас филолог делает филолог сейчас делает примерно то же самое что все предыдущие две с половиной тысячи лет существования этой профессии на если отчитывать ее от древней греции филолог занимается комментированием и анализом текстов которые в данной культуре считаются значимыми возможно вводя в оборот какие-то новые тексты да надеюсь что они тоже приобретут значимость потом филология греческая начиналась с комментирования гомера а то есть люди обсуждали как должен выглядеть правильный текст гомеровских поэм что значит то или иное слово в той или иной строке и так далее это в общем до сих пор и есть основная область занятий филологии другое дело что филология может соприкасаться с другими дисциплинами там например с какими-нибудь социальными да то есть бывают какие-то выходы в социологию например да что можно как литература связана с общественным устройством и так далее но в целом я бы сказал что первый первая главная задача филологии является подготовка хороших изданий текстов комментарии к ним то есть чтобы мы понимали те тексты которые в нашем обществе считаются авторитетными и качественными а лингвистика сейчас данный момент занимается чем я так понимаю все ушло в компьютерную область там все сет с компьютерами нейросетями и что то есть лингвисты они скорее изучают как в принципе формируется язык в принципе формируется язык в разных аспектах да то есть это может быть с одной стороны действительно компьютерная лингвистика такие уже прикладные приложения другой стороны это может быть нейро и психолингвистика даже интересно что у нас происходит в голове когда мы разговариваем но с третьей стороны есть вообще такая классическая теоретическая лингвистика которая пытается описать то что мы делаем с языком на понятном человеку языке ну вот в ком-то смысле когда мы видим школьные конструкции подлежащие сказуемые и так далее да это по сути вот такие вот обобщения которые мы должны делать если мы хотим как-то описать то что вообще происходит мы понятно что можно сказать что у нас там какие-то нейрончики что там активировались да и что-то произошло потом мышцы как-то как-то что-то сделали и прошла звуковая волна да но это же хотелось бы какого-то большего уровня в общении хочется кажется например что человеческая речь состоит из отдельных звуков это вообще довольно уникальное свойство человеческого языка например по сравнению с языками животных на то что называется двойное членение то есть вот у нас наша речь члениться на фрагменты со смыслом с одной стороны вот фрагменты со смыслом слова каждое что-то значит а дальше эти фрагменты состоят из ничего не значащих кирпичиков до слова смыслом состоит звуков смыслом каждый которых ничего по отдельности не значит и вот но вот из них составляются готовые слова и вот в речи в коммуникативных системах большинства животных например этого нету да то есть нет идеи что есть какие-то незначимые элементы из которых можно составить 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 сигнал а у нас это вот такая важная вещь важно что этих элементов ограниченное количество например да и вот только это устроено в разных языках изучает наука которая называется фонологии а вот этот пример того чем занимается теоретическая лингвистикой такие абстракции может рассказать вот вам пожалуйста звуковая волна смыслом я сказал вы как это можно посмотреть осциллограмму да все но мы ведь понимаем что любой человек который говорит по-русски может ее подчленить на части на эти вот семь звуков почему так как это устроено что эти звуки нам дают это собственно теоретическая лингвистика есть то есть вот если мы берем ту же самую историю формирования слов то что там просто какое-то слово любое на выбор например море вот откуда оно произошло это что оно пришло из какого-то другого языка там виды изменилась там смысл какой-то был допустим или либо тот же либо иной ну то есть этот этим тоже занимается лингвистика это историческая лингвистика историческое кознание этимология тоже очень важной конечно очень важной области изучения языка потому что вообще довольно интересно как сформировался тот язык на котором мы говорим это практически совершенно бессмысленно конечно да какая разница что там говорили люди 6 тысяч лет назад или 100 тысяч лет назад но очень интересно нас нам часто задают вопросы а откуда произошел русский язык вопрос а как вообще человек заговорил ответы на эти вопросы действительно широкую публику очень интересует вот по поводу русского языка предваряйте вопрос я часто встречаю ну просто я изучаю английский еще и французский немножко изучал и там очень много конструкций похожих с русским языком то есть такое ощущение что русские сидели сидели такие посмотри о английский язык давайте мы сделаем точно так же и сделали русский язык но у меня иногда такие средства что-то вроде типа флешбеков такой по английски звучит эта запись так и по русски она звучит точно так же конструктивно то есть различие то практически нет даже слова ставят тех же местах огромная разница в английском языке нельзя поставить слова в любом удобном порядке я понимаю это единственная фича наверное русского языка на очередь английским вот но в основном очень похожи конструктивно вот чисто чисто для меня то есть я некоторые вот некоторые понятия например некоторые предложения конструкции построения они похожи почему я так полагаю твой вопрос то есть ли общий связь русского английского до английского русского допустим еще французского да и французский я мне кажется очень много слов оттуда пришло и до конструктивно тоже что-то да конечно русский английский французские языки устроены похоже сразу по нескольким причинам во первых потому что 68 тысяч лет назад это был один язык то есть вот был народ который условно называется индоевропейцами говорил на некотором языке который до нас не дошел который мы можем только реконструировать постепенно этот народ делился но там одна часть людей ушла в одну сторону другая ушла в другую сторону одни стали говорить немножко по-другому другие стали говорить еще немножко по-другому и так далее так эти различия постепенно накапливаются и в результате появилась появился примерно десяток групп европейской семьи в частности германские языки куда входит английский италийские языки куда входила латынь нее пришли все романские таки в частности французский и славянские языки вот в том числе русский 8000 лет назад был один язык просто вот это был да и твоз там да например я вас бирам бы бить бить это да да одно и то же да бан один да да вот он пожалуйста в английском сохранился в виде by в русском виде быть по-гречески моего мы его тоже знаем слой физика это ровно то же самое носа с каждым языке со своими изменениями немножко изменилось спряжение греческом это бы превратилась в потом и так далее и вот все эти мелочи постепенно постепенно дают разные языки но что то вы всегда можете как вы это узнали то есть не было же аудиозаписи грубо говоря аудиозаписи не было но вот как раз где-то в конце 18 века лингвисты стали задумываться примерно о том о чем вот мы сейчас говорим что языки которым языки похожи которыми в европе например пользуется и а еще европейские лингвисты конце 18 века связи с колонизации индии познакомились с санскритом и внезапно оказалось что санскрит очень похож на греческий латынь которые которые люди хорошо знали но и тогда начинаешь задумываться так но вот по по греческой отец будет патер по латыни отец будет патер на санскрите отец будет пита по-английски отец будет фадер патер почти так да 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 ну вот это вот оно и есть так интересно похожие слова вообще как это можно объяснить да можно объяснить например кто-то у кого-то заимствовал но вот собственно основное прозрение лингвистика конца 9 конца 18 начало 19 века состоит в том что это не заимствование а общий предок ну вот примерно параллельно на самом деле развивались лингвистика и биология как раз стоящее звено да то есть что вот человек похож на обезьяну на объясняется тем что были какие-то общие предки точно так же с языками что эти слова похожи объяснять тем что был общий предок и дальше можно задуматься о том как этот общий предок должен был бы выглядеть потому что вот если мы посмотрим например на вот эти вот слова для отца да вот они все начинаются на п в большинстве языков а по-германски по-английски на фада немецкий фото и так далее давайте посмотрим на слово 5 там по-славянски 5 по на санскрите панча на по-английски по-английски файв да по-гречески пэнтэ да хорошо значит наверное заставляет нас предположить что видимо в языке предки в этом месте было п которая наверное в одной веточке изменилась в ф да вот мы видим уже два примера нас есть отец у нас есть пять если так набрать много-много слов то постепенно начинаешь начинать вырисовываться какая-то такая общая картина то есть например вот мы видим что в большинство эндоверопейских языков п а по-германски ф если возьмем например слова три на по русски три по-гречески трейс по латынь трес а по-английски смотрим а чем отличается от ровно тем же самым чем под пробовать это произнести то мы обнаружим что так чуть-чуть если не до свести губы произнося п то получится если чуть-чуть не до свести язык и зубы приносят получится а самар подкаст уже да ну вот что что происходит значит мы только что открыли такой вещь который называется законом грима кровь тот самый грим который сказочник да вы не ошиблись который вообще-то занимался история германских языков вот он обнаружил что в германских языках по сравнению с индоевропейским звуки птк переезжают заменяются на фсх и тогда еще там много изменений не буду искать все подробности вдаваться но когда так много много слов набираешь то постепенно становится понятно это общая картина и можно предположить наиболее вероятный сценарий как языки развелись из одного предка как должен выглядеть этот предок можно даже пытаться на этом по языке предки какие-то тексты писать есть такая знаменитая басня про овцу и коней который написал в середине 19 века немецкий английский август шлейхер называется авис аквасаска она называлась в варианте шлейхера буквально овца кони и дословно переводить но вот рассказывается история про про стриженую овцу которая увидела трех коней которые выполняют всякие хозяйственные работы и стал над ними издеваться они сказали это же сама стриженная теперь человек стрижет четко на издеваешься но вот он написал этот текст на языке которого никто никогда не видел никогда не слышал на который логически восстановлен таким получается такая лингвистическая археология да ровно так полем палеонтология даже скорее получается вот в биологии есть last common ancestor да лука или как его там называют да а вот в лингвистике филологии есть язык как называется есть праэндоверопейский язык который не не last universal common ancestor он предок небольшого количества ныне живущих языков но просто те языки которые нам максимально интересны по социальным причинам английского французского английского французского русского и так далее но там много других языков эндоевропейских хинди например бенгальский албанский греческий и так далее но вот это одна из языковых семей языковая семья это собственно языки произошедшие одного предка вообще всего по современным данным в мире насчитывается больше ста языковых семей она там смотря как считать но в общем понятно что мы просто не про все языки пока что открыли что их можно возвести к общему предку а дальше возникает интересный вопрос а можно ли вообще все языки свести к одному предку ровно вот у нас есть европейская семья языков а есть например уральская семья языков какой-то частности финно-угорский языки финский венгерский и так далее да можно ли считать что где-то еще глубже европейская семья европейская которая там 8000 лет назад а был ли глубже у них еще какой-то предок опять-таки в середине 20 века возникает теория настратического языка язык который является предками европейской семьи уральской семьи и нескольких еще других семей в основном старого света тоже да то есть это ну вот как бы еще на шаг глубже это не вполне подтверденная гипотеза на самом деле но движение за стороны есть а мы до сих пор не знаем моногенез ли было языка или полигенез произошел ли язык один раз одном месте а то есть вот или какие-то разные группы нашего вида вдруг догадались что можно коммуницировать таким образом и мне не масса вопросов на самом деле по поводу языков вот и по поводу общего предка вот взять например библию а мы знаем да что она там написана была на иврите по моему если не ошибаюсь ну в общем но на разные части на раз на разных языках и его допустим если я хочу прочесть грубо говоря оригинальный оригинальную библию мне нужно изучить язык тот но я его изучаю через призму другого языка своего через перевод какой смысл мне читать оригинал когда мне можно прочитать перевод я понимаю что я никогда до конца не пойму тот язык я же там не родился не вырос культуру не не воспринял и изучил язык допустим английский да я никогда наверное не буду думать сто процентов так же как англичанин то есть вот допустим он говорит the cup of tea а имеет немножко ввиду другое нежели я говорю чашка чая то есть хотя вроде то же самое да но просто социокультурные кады какие-то да вот и получается как это вообще работает и можно ли сказать что мы можем сто процентов перевести с одного языка на другой и вот без потери смысла без потери смысла да и могу ли я считать что если я и выучу допустим иврит я прочитаю библию пойму ее так как она вот написано или я его пойму через призму изучение языка иврита с помощью русского языка что я же на русском должен изучать иврит что делать с этим как быть как жить да ну конечно мы не можем понять текст точности так же как его понимали люди две с половиной тысячи лет назад это довольно очевидно и вот пример с английским хорошие да что до коповки и чашка чая чем они различаются тем что например по-английски мы обязаны выражать этот определенность мы обязаны употребить артир это д каповки на май каповки д каповки да вот конкретно вот эта чашка чая которая сейчас стоит передо мной если я попрошу чашку неопределённую чашку да если мне нужно то есть английский язык заставляет нас думать вот о таких вещах на о том поминаем я ли это чашка кем я ли это чашка знакома ли она мне моему собеседнику ну довольно тонкие вещи это вот в грамматике проявляется как нечто обязательное собственно грамматика любого языка как раз и состоит из некоторого набора обязательных значений которые мы должны передать ну вот например в грамматике это определенность который в русском нет мы можем выразить то же самое это чашка чая моя чашка чая просто никаких проблем так никто не говорит так никто не говорит и мы не обязаны нас не заставляет об этом задумываться с другой стороны скажем в английском языке почти нету грамматического рода он проявляется например при замене существительных на местоимение но не более того например по-английски можно сказать the singer was found dead человек который поет был найден мертвым по-русски мы так сделать не можем что по-русски и слово певец есть слово певица мы обязаны в этом месте сделать развлечение певец певец был найден мертвым или певица была найдена мертвым для нас это оказывается релевантным параметром и в этом смысле то есть каждый язык и такой особый взгляд на мир каждый язык подчеркивает что-то свое или если это вот как у некоторых древних но не древних ты скажем не распространенных вот языков например у племен вот я слышал что есть там племя в которой отсутствует понятие времени то есть они не различают там вчера год назад месяц на так далее или у них вот как из региона откуда ты да 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 и там на 50 оттенков белого снега назвать состояние снега мы например здесь европейская часть россии 50 наименований для снега ну или там 13 больше цветов радуги там некоторые различают много цветов но это уже другая немножко тема но все равно вот да но это конечно вопрос того как это связано с окружающей действительностью то есть там где понятно что некоторые из этих вещей да просто непосредственно отражают действительность которые люди живут ну ты европейской части россии вроде нет не надо 50 слов для снега особенно если мы не охотники какая какая мне городскому жителю разница с другой стороны я как городской житель хорошо отличаю автобус от трамвая от троллейбуса да я еще помню что баска были троллейбусы а я хорошо понимаю насколько это разные вещи а вот для человека которого этого нету в окружении ну-ка ему раньше такие такие штуки эти по рельсам на этом скрыта рогами но эти без на общем я вообще расскажу лично свою историю вот я жил очень маленьком городе где не было ни лифтов не уже говоря даже телефона у меня не было и я услышал как-то песни девочка плачет в автомате и я очень долго думаешь при чем здесь автомат калашникова и девочка ну что я не знал что существует телефонные будки автомата что я еще я маленький что был в детстве то что я не встречался с ними никак то фильмов не смотрел видимо что то еще то есть мне был такой узкий кругозор достаточно определенной моей области я и не знал что я не понимал что это вообще такое как это вообще может быть то есть ну например это вот чисто моя вот то что я воспоминала конечно потом понял но все равно это было забавно когда я понял это вот осознал то что а вот оно что то есть или нам некоторые вещи бывают что раньше думал иначе об этом, а потом осознаёшь, что на самом деле вот оно, что на самом деле всё это иначе называется и имеет иное предназначение. Вот, наверное, тоже оттуда и идёт, получается. Да, это, как раз, тоже называется гипотезонегистическая относительность, как язык, влияет ли язык на мышление. Например, с автоматом в некотором смысле кажется не очень глобальным, кажется, что это какая-то такая техническая деталь, которую можно не знать, деталь устаревшая, телефон-автомат, и сейчас уже все забыли, что это такое. Это, в общем, не думая, что наше мышление сильно влияет. А вот вопрос, например, если мы, скажем, различаем 13 цветов по умолчанию, или 7 цветов по умолчанию, или 6 цветов по умолчанию, то влияет ли это на нашу способность рисовать? Влияет ли это на восприятие окружающей действительности? Или, например, то, сколько мы слышим обозначение чисел вокруг себя, влияет ли это на нашу способность к математике или нет? Потому что, ну вот, скажем, рассказывают про южноамериканский народ пираха или пирахан, которых нету числительных вовсе. С той стороны, мы знаем, что есть, например, какие-то системы счета, которые, скажем, в каких-то языках, скажем, доходят до 30, например. Ну а зачем вообще человеку в повседневной жизни числа больше 30? В общем, совершенно не нужны. У нас тоже есть какой-то предел, мы, конечно, абстрактно понимаем, что натуральный ряд бесконечен, но там, я думаю, что если спросить у человека на улице, да, вот есть тысячи, вот есть миллионы, вот есть миллиарды, а что дальше? Уже не всякий ответит. Слово триллион, а слово квадриллион уже вообще никто не... Квадриллион уже вообще... Квадриллион, да. Септиллион и так далее. Да, это нам все уже, в общем, не нужно. То есть в нашей культуре, например, счет в нашем языке де-факто доходит, ну, до миллиардов. Ну да, потому что мы деньгами обладаем. Мы обладаем деньгами, да, вот наша культура устроена таким образом, что нам надо, знаете, эти числа. И вот, опять же, да, возникает вопрос, как это влияет на наши математические способности? Больше ли у нас возможности стать математиком, чем у человека, там, в культуре которого надо считать только до 30 или нет? Непонятно. Вот, немного, если вернуться как раз, так скажем, от смыслов к истории, как, ну, то есть, я как себе представляю то же самое вот происхождение русского языка. То, что условно где-то в IX веке, там, в момент или около крещения Руси, на, так скажем, древней... славянский, если я правильно его называю, язык, начал постепенно меняться на древнерусский или циркон славянский, если... Вот, тоже тут такой вопрос, потому что я точно знаю, что это, по-моему, два разных языка. Ну, то есть, ты сейчас скажешь, правильно ли я вообще говорю или нет, но мне просто интересно, а откуда появился тот же самый древнеславянский? То есть, это язык, то есть, каким-то образом связанный, понятно, уже связанный с европейскими, но насколько там он был далек, могли ли нас понимать другие народы и тому подобное. Ну, вот возвращаемся на 8 тысяч лет назад. И вообще, зачем надо было менять? Да, менять незачем, в принципе, не надо, но люди все время усваивают язык не по грамматикам и словарям, а по наитию. То есть, это вообще уникальная человеческая способность, действительно очень интересно, что человеческий ребенок, находясь в окружении естественного языка, его на слух воспринимает и научается на нем говорить. Это способность, которая у нас пропадает, это лет 12, 14, то, что называется, критический период, до какого-то времени ребенка можно погрузить в языковую среду, он начнет говорить. А сейчас вот в нашем преклонном возрасте нам уже ничего не поможет. Я только успел обрадоваться. То есть, если я поеду в Америку, там буду жить. Ну, конечно, мы заговорим хорошо, но все равно будет слышно, что это вот не с детства выучено. И вот дети, конечно, усваивают язык не по грамматике. Это не… Вот я уже сегодня говорил про шахматные задачи. Это не как шахмат, мы учимся по учебнику, мы знаем, что конь ходит так-то, перс ходит так-то, если мы пойдем неправильно, нас исправят и так далее. В случае с языком это, ну вот, не совсем так. Ну, простой пример. Вот, скажем, ребенок слышит слово «брелок». Мама говорит, вот у меня тут брелок потерялся или что-нибудь такое. Что думает этот ребенок? Этот ребенок думает, так, слово «брелок», запоминаем, откладываем. Так, теперь ему надо сказать, а у меня нет вот этой штуки. И он думает, так, а что я вообще слышал? Значит, нет, там, кажется, должно на «а» заканчиваться. Такие вообще похожие слова были. Уголок уголка, песок песка. Скажу-ка я, у меня нет брелка. Значит, мама еще говорила «брелок-брелок», для нее это было такое заимствованное слово. Ребенок говорит уже «брелок-брелка». Ну, мама не будет его исправлять, ну что там, не наисправляешься все время. И в итоге постепенно получается так, что ребенок выучивает этот язык, только в этом языке уже склонение не «брелок-брелок», а «брелок-брелка». Ну, понятно, что это я сейчас упрощаю и схематизирую. Ясно, что это не один ребенок. Ясно, что надо, чтобы много людей так сделало такую аналогию. Но это ровно то, что произошло с русским языком. Сейчас никакой нормальный человек не говорит «брелок-брелока». Да, «брелока», кстати, да. В словаре написано «брелока», да, но… Я так как раз и хотел задеть, почему именно это слово выбрали. Да, но вот в итоге язык нельзя усвоить без потерь, без помех, ну, без помех. Это не потери, что-то новое, наоборот, можно и приобрести. И в итоге оказывается, что дети выучивают язык чуть-чуть отлично от языка родителей. И если, например, какая-то группа говорящих на каком-то языке разделилась на части, особенно это в древней эпохе было актуально, потому что связь терялась, да, это сейчас, если человек от нас уехал в Америку, да, то он сидит в Фейсбуке, и мы с ним переписываемся по-русски. А если одна часть древних европейцев пошла на запад, другая на восток, дальше они там не увидят друг друга уже никогда. И, соответственно, у одних язык меняется чуть-чуть одним способом, у других чуть-чуть другим способом. Такие изменения накапливаются, 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 и в итоге появляются вот те самые германские, романские, славянские языки. Мутации. Мутации, да. Которые, ну там, наверное, 4000 лет назад, я думаю, что они были, 4000-5000 лет назад, они были ещё более или менее взаимопонятны. Наверное, германцы и славяне 5000 лет назад, их предки, более или менее друг друга понимали на потом но вот когда уже дальше пошло делиться дальше 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 в славянске делится на северный простите на западную восточную и южную подгруппы да то есть это у нас получается но как бы еще такое тройное деление на вообще языки видимо разве стандартная модель развития языков модель древесная как делится 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 постепенно и в этом смысле да ну вот постепенно все поделилась и к примерно 1000 году мы приходим ситуации славянские языки очень очень близки друг другу взаимопонятно но все-таки явно выделяются западнославянские языки явно выделяется южнославянские языки явно выделяется восточнославянские какие-то различия системные есть там например по по южнославянский будет город город по восточнославянский город по западнославянский грот да ну вот плюс минус это как украинский белорусский русский давай что-то друг друга поймут но постепенно этих различий накапливается все больше больше и больше и типа например слово белый да там в на юге говорят типа белый белый а в севере говорят белый ну вроде бы мелочь но постепенно окажется что по-болгарски будет бел по-русски белый и в итоге да значит русский язык восточнославянский но дальше начинается интересное потому что языки все-таки не живут изолировано да то есть мы конечно говорим что языки так прекрасно делятся да но делиться то они могут долго но все равно мы знаем какие-то другие языки они нас как-то влияют ну вот мы сейчас например знаем английский язык то вот по английски есть там прекрасное слово кримиш очень сразу понимать о чем речь вот возьму-ка я его в русский язык начну-ка я его употреблять чем иногда не не можешь подобрать слова потому что же это происходит а ты лишь кринж и все сразу и точно так же было и в древней в истории древнерусского языка были разные другие влиятельные в культурном отношении языки греческий это в первую первую очередь греческий но и южнославянский язык церковнославянский достану язык богослужения он южнославянский да это язык в общем более-менее похожий на старославянский старославянской в свою очередь предок болгарского языка по сути древнеболгарский то есть вот оказывается что образованные люди говорящие по-русски должны знать еще один очень похожий язык естественно какие-то элементы этого языка проникают в русский язык тоже а то есть вот если у тебя есть город а это что такое повседневное а если тебе хочется сказать что то возвышенное ты скажи церковнославянским словом скажи град град петров да уже уже красиво получается я вот есть молоко есть млека на млека это что такое вот личный путь ученое слово на небе и вот в итоге появляется такая вот проблема древесной модели что не просто все делится то есть просто постепенно так делясь ветвясь появился старославянский который перешел в церковнославянский либо на нем говорил только узкая прослойка да ну то есть старо старо славянский язык да то есть он с одной стороны в общем можно сказать что дал происхождение болгарском и донскому языкам да но с другой стороны он стал бы к языком богослужения в православных странах были разные изводы церковнославянского языка там в сербии немножко свой на руси немножко свой немножко различались под влиянием местных языков но вот да а большинство на чем говорили говорили при говорили в быту люди по-русски то есть это уже был отдельный другой язык ну примерно как если бы сейчас у нас например просто аналоги то есть это и другой вроде бы не очень сильно они не очень сильно аналоги но вот если бы на русском языке мы говорили в быту но когда мы пришли записываться нам надо говорить по-польски потому что польский язык престижный до предположим на для нас но это не так но представьте что было бы странно чтобы сейчас сели в туре говорили по-русски да она говорить по польскому язык богатой страны из евросоюза это как французского это даже вот далеко ходить не надо вот взять меня я из якутии у нас якутский русский то есть есть там официальное что там на якутском говорят а так говорят на русском и что-то в этом духе да конечно только только якутские русские не так близки аналогия с польского важно именно потому важно именно потому что высокий язык и бытовой язык они очень близкородцы поэтому не очень легко перемешиваются да в этом смысле якутский и русский но русский язык не так влияет на якутского куча заимствования из русского конечно да суббота по-якутски будет суббота да да это понятно но на грамматику и на так все проникающие конечно русский язык не влияет церковнославянская очень сильно повлиял на русскими на потому что очень тяжело держать в голове на разных полочках такие похожие языки но вот это замечательный пример что есть фраза да здравствует власть советов этой фразе нет ни одного русского слова даже конструкция не русская потому что здравствует здрав это южнославянская по-русски здоров здоровы должно быть здоров здоровствует власть тоже опять же ла такое же не русского быть волос по-русски советов должно быть свет они совет и вообще сама конструкция до x так мы не говорим по-русски мы сказали бы пусть пусть будет здорово пусть будет здорово волос цветов или же такое на самом деле на русский и куски язык не влияет на русский очень влияет татарский потому что у нас там мы если посмотреть прямо огромное количество слов там таможни и все вот эти языки очень слова они заимствованы и принципе русский язык он как губка по моему абсолютно работает впитываю себя абсолютного ясно да ты и мне просто вопрос что можно ли считать современный русский язык так скажем именно каким-то условно историческим какой-то такой монолитной конструкции или мы уже скорее говорим на каком-то относительно там 200 лет уже 200 лет назад это можно было наверное назвать условно каким-то русским языком ну я очень утрирую но плюс-минус а сейчас да а сейчас да условно язык пушкина это русский а мы сейчас говорим на каком-то так скажем следующей эволюционной ступеньки этого русского языка ну это вообще очень сложный вопрос что называть одним названием какие этапы того или нового языка нам можно ли сказать что вот там то был слова полку игоря написано по-русски а можно ли сказать что может вообще давайте прайдер песка называть русским тоже на другой стороны например мы привыкли называть древний восточнославянский язык древнерусским до считая что потом из него выделились украинский белорусский а если бы мы говорили аккуратнее если бы говорили древневосточнославянский и говорили бы что потом он разделился на русский украинский белорусского было бы в голове другая картинка то есть вот эта вот идея того что мы называем одним языком что называем разными какие стадии она конечно очень вопрос в общем политические культурные здесь прямого ответа нет но что касается русского языка то русский язык как раз впитывает довольно легко лексику слова русский язык не очень сильно подвергается влиянию других языков, ну, например, в области грамматики. Вот церковно-славянского «да», ну, скажем, когда мы говорим про английское заимствование, то обратите внимание, что это всё слова. Вот мы заимствовали слово «кринж», вот мы заимствовали слово «спойлер», но мы не заимствовали, например, скажем, «перфект», да, время, «I have seen», да, мы не говорим, да, могли бы, да, могли бы даже не «have» заимствовать, как вспомогательный глобум, могли бы говорить, что-то типа «я имел это увиденным», да, грамматические влияния английского языка на русский, они совершенно ничтожны, хотя лингвисты их отмечают, но, например, скажем, вот есть такая конструкция на... — Почему? Есть же «меня это делает», что-то там. В интернете часто масса там постят, да. — Да, бывает, конечно. Или вот, скажем, «можешь мне передать чашку чая, пожалуйста?» «Можешь мне, пожалуйста, передать чай?» Да, вот «можешь мне, пожалуйста, передать?» — May you have. — Да, так по-русски раньше никогда не говорили слово «пожалуйста» никогда не сочеталось с неповелительным наклонением. «Пожалуйста, передай», да, а «можешь, пожалуйста, можешь, пожалуйста», так вот не работало. Сейчас мы так говорим, да, но это всё, в общем, мелочи, да, ну а слова из иностранных языков русский язык очень легко в себя инкорпорирует в том смысле, что русский язык справляется с ними, как с русскими словами. Вот появилось слово «кринж», да, мы от него немедленно образовали глаголы, прилагатель, да, «кринжовый», «кринжевать». — Даже ты знаешь, да. — Все сразу знают, как образовать глагол. — У нас можно слово «кринж» просклонять, как, кстати, будет, кем-чем? — Кринжем. — Кринжем или кринжом. — Кринжем. — Ну, я считаю так. — Да, ну, по-разному. — То, как говорится. — По-разному говорят, но важно то, что там, ну, с ударением мы можем спорить, да, но с тем, что там творительный поддержь будет на «м», мы все согласны, да. Так что русский язык в этом смысле, конечно, очень легко выбирает в себя заимствование. — И поэтому следующий такой вопрос, который, получается, нужно ли вообще переживать о том, что язык меняется? — Ну, переживать о том, что язык меняется, вообще не нужно. Это совершенно нормальная история. — А феминитивы, как с этим быть? — Это другая, да? — Я понимаю. — Я понимаю. — Ну, как с этим вы имените? — В тексте феминитивов тоже. — Язык меняется. Сейчас скажу, о чем надо переживать. Переживать надо, если язык выходит из каких-то сфер употребления, если в каких-то ситуациях мы не можем поговорить на своем родном языке. Вот это повод бить тревогу, это проблема. Ну, вот мы сейчас сидим в студии, записываем подкаст, мы говорим по-русски, нам кажется это абсолютно нормальным. Нам кажется абсолютно естественным, что вот мы тут поговорим по-русски. Потом мы пойдем в магазин, тоже поговорим по-русски. А потом мы придем, я не знаю, в какое-нибудь государственное учреждение, там тоже нас по-русски все. — А придем к программистам в гости, а там уже русские. — А дальше, если мы, но в каких-то сферах, ну, например, скажем, в науке, я все время читаю какие-то статьи по-английски, все время делаю какие-то доклады по-английски, и дальше в какой-то момент возникает вопрос, а надо ли мне вообще говорить о моей науке на русском языке? Ну, вот, скажем, вот я занимаюсь наукой фонологии, про которую я там говорил, на звуки, всякие такие вещи. Много разных проблем, но не выдаюсь в них сейчас, да, но вот зачем мне говорить о ней по-русски, если 90% того, что они пишут, они пишут по-английски, я сам делал об этом доклады по-английски, а вот сейчас у меня будет там курс со студентами, там, мы будем читать все статьи по-английски, так, но это ровно то, что реально происходит, я в какой-то момент преподавал в магистратуре, у нас там курс по, был курс вышки в магистратуре для лингвистов, там люди из разных стран, поэтому, конечно, по-английски, а потом, в какой-то момент мы остались с тремя или четырьмя студентами, что-то еще дообсуждать, и минут через 20 мы вдруг поняли, что мы все русские люди, у нас родной русский язык у всех, но мы продолжаем по инерции говорить по-английски, про вот эти вот лингвистические темы, потому что мы только что обсуждали с тремя по-английски, и мы не переключились, ну, как бы, ну, заметили, а потом посмеялись, да, но вообще, так, так постепенно происходит, что русский язык может с какими-то сферами тесняться. У меня бывает такое интервью, когда проходишь с западными компаниями, там тебя интервьюируют, интервьюируют, ты говоришь по-английски, общаешься, а потом такой, думаю, мы можем так-то и по-русски говорить, типа, а и оказывается, тот человек вообще русский, на той стороне, и мы начинаем говорить по-русски, мы там заимствовали слово спойлер, или слово кринж, или слово деньги из тюркских языков, да, ну, заимствовали, заимствовали. Или используя феминитивы, вот как, то есть это не страшно. То есть если везде добавлять к, то это не страшно. Не будет нарушением правил русского языка. Нет, ну, с феминитивами немножко больше разных проблем, потому что здесь еще, ну, как и в случае с заимствованиями, дело в том, что это не вполне то же самое, потому что это вопрос осознанной правки языка, заимствование как раз чаще всего происходит неосознанно, да, то есть люди с этим, люди начинают лучше или хуже владеть несколькими языками, будь то русскими, татарскими, или русскими, английскими и так далее, и дальше случайно перетаскивают слова из одного и така в другой, потому что там нету слова, чтобы выразить тоже идею и так далее. А в случае с феминитивами мы имеем дело с некоторым осознанным стремлением изменить язык, которому можно учиться по-разному, да, потому что... При этом нету ведь правил даже, то есть возможно там про женщину-пилота сказать одним вопросом, а можно сказать там пилотесса, то есть и даже, по-моему, среди них нет согласия условно, где какие... Там много таких примеров, да. Но, конечно, русский язык в этом смысле устроен неоптимально, да, потому что язык вообще очень сложная система, всегда там за одну ниточку дернешь, и что-нибудь в другом месте сломается. Так, ну как, собственно, был устроен русский язык на протяжении всей своей истории? Да, русский язык обслуживал общество, в котором профессии были закреплены за тем или иным гендером, да, то есть кто-то занимался там... Гончар — это был обычно мужчина, да, а, например, пряха — это обычно была женщина. И всё было хорошо, да, грамматический рот есть, вот, пожалуйста, мужчин, вот есть слово для мужчины, который готовит горшки, вот есть слово для женщины, которая что-то там придёт, да, это там какие-то горшки делает, и всё, и все спокойны. Бывали ситуации, когда изредка оказывалось, что женщина занимается мужским делом или мужчина занимается женским делом, тогда тут же появляется соответствующее обозначение, там, например, княгиня Ольга, когда она... Никто не пытается говорить «князь Ольга», да, хотя сейчас, если бы женщину, например, избрали президентом России, то мы бы с большой вероятностью говорили «президент» про неё. Ну да. Да, да, но что происходит дальше? Дальше происходит следующая вещь. Дальше все эти границы, вся эта закреплённость начинает стремительно стираться, да, и тут-то русскому инку надо что-то выбирать, потому что надо, с одной стороны, нужно иметь нейтральное обозначение для представителя той или иной профессии, да, то есть хорошо бы иметь возможность сказать «архитектор», не указывая пол этого человека, это может быть «архитектор мужчина» или «архитектор женщины», или «юрист», с одной стороны. С другой стороны, мы ведь понимаем, что слова «архитектор» и «юрист» мужского рода, да, то есть это тот род, к которому относятся обычные названия мужчин. То есть тут же возникает вопрос, у нас получается, что краткость соблюдается, когда мы говорим, что архитектор предложил замечательное решение, а истинность, может быть, и нарушается, и тогда вполне естественно возникают сомнения, хорошо ли это. Но если действительно попытаться ввести феминитивы для всех слов всегда и обязательно, то тут же возникнут какие-то другие проблемы, потому что, например, если мы говорим, что надо различать слова «архитектор» и «архитекторка», то мы неожиданным образом убили нейтральное слово. Это совершенно незаметно, но в итоге мы не можем произвести фразу «архитектор предложил замечательное решение», коротко, надо сказать «архитектор предложил» или «архитекторка предложила замечательное решение». Очень сложно. Есть, например, профессии, которые тоже изначально по большей части были женскими, например, стюардесс, и потом появился стюарт. И все такие, ну стюарт, стюарт, ну как бы и норм. У меня есть решение этой проблемы. Просто откидываешь окончание, и всё. А вместо архитектора говорить «архитект», и никто не знает, кто это, мужчина или женщина. Так уже и есть слово «архитектор». Да, но, например… Мы тоже заканчиваем на «согласный». Скорее всего, мы начнём к нему присоединять прилагательные на «ы». Ого, там «хороший архитектор», «хорошего архитектора». «Хороший архитект», типа, да, будет. «Хорош архитект», да, если ещё прилагательные. Получается, мы из русского сделаем английский язык, в котором этой проблемы в большей степени нет. Там, конечно, есть проблемы, но такой прямо явной проблемы. Да, в английском языке просто принципиально другие проблемы, потому что там именно что английский язык сейчас стремится к гендерной нейтральности. То есть не говорить про… «day» там, «hear», говорить «day», «род», к счастью, для английского языка не выражается. Вот слово «singer» я упоминал уже раньше, да, пожалуйста. Либо «певец», либо «певица». Тут нет никакой проблемы. А языки, в которых есть грамматический рут, в них вот сейчас сильно стремление выражать гендер каждый раз, наоборот. И у меня вот такой тогда получается, не то чтобы вопрос, а вот язык, получается, влияет, ну, понятное дело, это культура, язык, всё смешано, но и на прогресс, получается, оказывается, влияние. Потому что если у нас есть язык, которому мы можем быстро передать контекст, быстро понять другого человека без проблем, без войн, грубо говоря, пообщаться с другими людьми, и вот все помнят, наверное, да, мы раньше писали на транслите смски, да, это экономило деньги, потому что смски были дорогие, а на транслите можно больше написать. Потому что от символов, да. Да, да, да. А вот на русском нельзя, потому что русский кодируется двумя-тремя английскими. И получается, английский в этом плане выиграл, да, потому что все на компьютере пишут программы на английском языке, никто не додумается писать на русском языке код, ну, кроме 1С, простите меня, 1С программисты, но всё же. Вот, ну, в общем, вот такая вот тема. Влияет ли это на прогресс? Как-то оценивается это? Есть ли языки, которые затормаживают прогресс, и люди переходят на другие формы, например, вот на латинизацию? Да. Что с этим делать? Надо ли, не надо ли сопротивляться этому, грубо говоря? Ну, я думаю, что... Русский перейдёт на латинику? Все языки более или менее одинаково эффективно могут выражать человеческие мысли, другое дело, что какие-то носители каких-то языков достигли больших экономических и экономических социальных успехов, да, и поэтому довольно естественно, что мы компьютерные программы пишем на языках программирования, которые восходят к английскому языку, а не к языку суахили, например, да, ну, приходится признать, ну, были же какие-то русскоязычные программирования, был какой-то язык кумир или что-то такое. Был такой кумир, да, это же... В школе что-то... Да-да-да, там было, было. Чем-то, наверное, мы уже учились, да, угоритм, да, угоритм, да, ну, по сути, все то же самое. Какая разница, писать if или писать если, да, ну, в общем, одно и то. Илс, да, да, я уже ничего не помню, как кумир, но неважно, да, а в принципе, да, могли бы быть выражения любого языка, но английский язык удобен тем, что это, на самом деле, просто язык экономически доминирующей страны, и поэтому, действительно, если ты хочешь развиваться в международном пространстве, тебе приходится учить его, да, это ровно так работает. Другое дело, что есть ли у этого языка какие-то преимущества, например, легкость в освоении, да, ну, наверное, есть, потому что, вот если сравнивать разные системы письма, да, значит, бывает система письма буквенны, когда один знак обозначает более-менее один звук, да, для английского, конечно, не вполне верно строго говорить какие-то слова, типа daughter, если вспомнить, да, там, конечно, ни один знак обозначает один звук, да, но в этом смысле я думаю, что, например, китайский язык чуть-чуть не добирает популярности именно из-за системы письма, потому что вот она, в этом смысле сложная, хотя в остальном китайский язык довольно простой, там еще есть тонны, там, движения голоса вверх-вниз, а в остальном китайский язык, там, слова не склоняются, не сперегаются, очень удобно, в принципе, мог бы он быть тоже очень популярным, да, ну, всякому-то очень популярным, но в результате, конечно, китайский язык не является языком международного общения, а таким языком является английский, ну, с одной стороны, по историческим причинам, да, с другой стороны, ну, вот какие-то факторы, и внешнее подключение к языковой системе письма, я думаю, что в этом смысле работают, но русскому языку латиница, мне кажется, сейчас не светит, да, казалось 90-е годы, что вот сейчас мы все перейдем на латиницу, потому что на компьютере невозможно писать ничем, кроме латиницы, да, вдруг оказалось, что эта проблема была решена буквально за считанные годы, да, вот приходит там Unicode и всякие кодировки на его основе, и все, проблему рукой сняло, да, сейчас уже никто даже не помнит, вот опять же, да, в детстве были вот эти вот кракозябры, да, все время, вот все время, надо помнить, кое-8, это так, это так, вот тут вдруг появляются какие-то латинские символы со строчным знаком, потому что перепуталась кодировка, сейчас современный ребенок ничего это вообще не знает, вообще не понимает, что вообще происходит. Так он даже вообще может читать текст и не знать, что это вообще на английском, но Яндекс-переводчик, вот если Яндекс-браузер открыть, он по-русски отображает любую английскую страницу, человек даже вообще может не знать, что там на английском написано. Да, да, ну вот это некоторое достижение компьютерной лингвистики, то есть которая 70 лет к этому шла, но и кажется, что в целом пришло. Но оно позволяет сохранить наш язык, грубо говоря, не потерять вот этот вот наш алфавит. Я думаю, ты переоцениваешь сейчас маленчик. Не то, что переоцениваешь, но все равно, многие же учат английский, вот, типа, потому что, чтобы уметь читать тексты и смотреть фильмы. Это примерно точно так же, как, я не знаю, там, медики или биологи должны более-менее знать латынь. Латынь, да. Ну, то есть это не значит, что латынь угрожает. Латынь, наверное, перегнул, но в плане все равно компьютер помогает сохранить все это. Я понимаю, что ты фанатом программирования. Это такая надежда действительно в компьютерной лингвистике есть. Да, она именно что-то перегнул, да, это да. Наверное, да. Но, в принципе, компьютер позволяет сохранить, но тут есть много вопросов. Например, компьютер помогает сохранить, ну, скажем, сотню языков, да, из 7 тысяч в мире, да. 6 тысяч 900 рублей. Если Google Translate открыть, там будет чуть больше ста языков, да. А где еще 6 тысяч 900? А для них нету текстов, на основе которых он мог бы обучиться, чтобы на них переводить. Например, в Яндекс-переводчике там есть какое-то количество языков народа в России, сейчас на память не вспомню, но чувашский, башкирский, якутский есть, да. Но тоже не очень много, да, в России 150 языков, из них там есть, ну, меньше 10, по-моему. А там, например, скажем, адыгейского нету, да, ни одного из двух ивхагирских языков нету. И, в принципе, возникает вопрос, да, не способствует ли развитию компьютерной техники, наоборот, более быстрому вымиранию языков, да, потому что вот эти 100 языков мы поддержим, а 6 тысяч 900 — до свидания. А надо ли переживать по этому поводу, что некоторые языки вымирают? Я не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос. Это как, потому что иногда в новостях там появляется то, что умер последний носитель языка такого. Да, да, нет, это, то есть, это всё очень драматично звучит, но вообще лингвисты обычно любят на эту тему жаловаться, да, я в этом смысле не очень типичный лингвист, я сейчас не буду говорить, как это ужасно, что языки вымирают, да, скорее скажу, что, ну, обычно, когда язык вымирает, то ничего, ну, такого вот, ничего особенно страшного физически не происходит. То есть, у нас это слово «умер», «вымер», оно, конечно, производит тяжёлое впечатление, да, кажется, что там лежат какие-то трупы, кровища и так далее, да, никакой кровищи нету, да, то есть, мирно скончалась в своей постели бабушка, которая уже знает, которая ещё знала, кроме этого языка, там, ещё два или три, которая со своими внуками говорила на каком-то языке, о котором она там тоже уже свободно владеет, она владела английским или русским, скорее всего, ну, в зависимости, да, и, ну, вот ушло вот это вот, ушёл вот этот вот инструмент общения, да, ну, хорошо ли это, что он уходит, я не знаю, но вот, скажем, если привести такую аналогию, да, вот есть разные типы разъёмов, чтобы заряжать телефоны, да, там был микро-USB, был мини-USB, там есть USB-C, ещё что-нибудь бывает, да, будет ли это, будет ли хорошо, если какие-нибудь из них, наконец, помрут, да, и останется один кабель, но этого… Он не будет развиваться, грубо говоря. Он не будет развиваться с одной стороны, да, но с другой стороны, да, можно сказать, что эти стандарты USB-разъёмов — это достижение инженерной мысли, да, и как же так вот, мы прощаемся с мини-USB, люди же его придумали, это же было хорошо и нужно. С языками, на самом деле, примерно так же, язык — это инструмент для общения, да, но вот должен ли мини-USB тоже сохраняться? Я не знаю. В музее. Или в музее. Или должен в музее. Да, про это тоже можно задумываться, языки ведь можно музеифицировать, да, можно какой-нибудь язык… Аудиозапись сохранить. Аудиозапись сохранить, тексты сохранить, да, а дальше не очень беспокоиться на тему того, что носители этого языка перейдут на другой язык. И получается, одни языки умирают у нас, а другие языки зачем-то придумывают, вот эти вот лингонский, татаракийский, как вот в вашей книге, других много языков. Эсперанто взять тот же. Почему эсперанто не прижился? Хотели же сделать универсальный язык, и было бы, наверное, с одной стороны, как вот с разъёмом, да, Type-C, да, это, грубо говоря, позволило бы всем общаться на одном языке и быстро-быстро развиться. Ну, общество, хоп, и развилось. Не надо было переводчиков, простите меня, переводчики, нанимать. Вообще, они не нужны были бы. Вот. Это было бы хорошо или… У меня, наверное, я, наверное, дополню этот вопрос тем, что, в принципе, насколько мы понимаем, язык, несмотря на всю свою, так скажем, особенность, он достаточно близок по структуре, к каким-то математическим правилам, по своему построению и так далее. Благодаря которым как раз можно придумывать что-то новое, там, никогда не существовавшее. И, то есть, да, зачем вообще придумывать, и почему они не приживаются? Да. Ну, зачем придумывать? С разными целями. Первых, можно придумывать, потому что мы считаем, что человеческий язык в имеющемся виде несовершенен, да. Ну, скажем, там есть такая неприятная штука, как амонимия. Одно и то же слово подключает разные вещи. Да, вот слово автомат. Да. Вот слово автомат, ну, как можно использовать язык, в котором телефон и орудие для убийства, и то, из чего наливаешь газированную воду, называется одним и тем же словом. Да, давайте придумаем язык, в котором все это будет называться разными словами, да, желательно, возможно, систематично, да, то есть, одно будет называться, прибор для дальней связи, но, там, не знаю, придастся, да, второе будет называться там орудие для быстрого убийства, арубы-уб, я не знаю, ну, в общем, ну, что-нибудь такое, да, язык будет гораздо лучше в этом смысле. Да, это часто вот как раз беспокоит, беспокоит изобретателей искусственных языков, что естественный язык неудобен, да, вот я, если я говорю «пошёл вон», да, что это значит, почему я употребляюсь на прошедшее время, да, а это не прошедшее время, это же побуждение, это будущее, это призыв к действию. Надо говорить «иди вон» и только так, да, нельзя так говорить, ну, или там какие-нибудь конструкции типа «в мире много языков», я говорю «ещё как», что это значит? Да, да нет, наверное, да. «Ещё как», да. Ну, в общем, ничего хорошего нет в этих естественных языках, считают люди, которые изобретают логические языки. Правильные. Правильные, логические правильные. Это одна возможность. Другая возможность состоит в том, чтобы изобрести язык, который легко учить, который легко учить разным людям, чтобы он был по возможности нейтральный, с одной стороны, с другой стороны, удобный, ну, для некоторой целевой аудитории. Целевая аудитория языка асперанта – это, так сказать, образованные европейцы, да, то есть люди, которые чего-то слышат, которые говорят на романском, на германском или на славянском языке, как на родном, и чего-то слышали про другие языки этих групп. Ну, там, вот мы говорим по-русски, да, но там понятно, что мы что-то знаем про немецкий язык. Да, даже если мы не говорим по-немецки, мы знаем, что по-немецки «добрый день» будет «гутен так». Мы итальянское, может, и не знаем, но что молоко по-итальянски «латте» – это прекрасно известно. Да, и, в принципе, если сочинить такой язык, который вберет в себя компоненты того-того-того-того из вот этого нашего общего бульончика знаний, то получится язык, который будет удобно учить всем, на который можно будет перевести человечество. Как я был в Греции, зашел в магазин, мне нужно было молоко, я смотрю, там стоит вот так вот все в ряд, что-то стоит, смотрю, гала. Ага, галактика. Галактика, да. Все, и взял. Я даже не понимал, что это молоко, потому что там пачка была не молочного вида, черная какая-то, вот. И я подумал, блин, ну точно должно быть молоко, потому что гала, галактика же. Да, и все удачно. Я не знаю греческого, но знаю галактику, и все, в вечный путь, и понял, ну, сложил, вот, и все, взял молоко. Там молоко было черным? Нет, это нам было белым. Вот. А почему не переживается у них бред? Ну, потому что сложно убедить людей в том, что им это надо, потому что должна накопиться критическая масса. Почему нам нужен английский язык? Потому что на нем говорит куча людей, на нем производится куча сериалов, которые нам хотелось бы посмотреть, например, да, там на нем можно устроиться на работу. То есть культурное доминирование есть. Вот прийти, если я сейчас приду и скажу, давайте будем учить язык, который в сто раз лучше, да, то вы же мне и скажете, но что вообще, зачем буду учить твой язык, куда я с ним пойду, где я сериал на твоем языке посмотрю? Какие язык программирования, грубо говоря, раньше были там, не знаю, грубо говоря, какой-нибудь Кабол там, не знаю, что это еще страшное, старое, а сейчас там Питон там, хоп, Яваскрипт, и все, все знают, что это такое, и все их учат. Вот, в общем-то, так. Да, и очень сложно предложить новый язык программирования, но должен быть, ну, как-то радикально прекраснее, чем существующий, чтобы люди на него перешли. Так же с естественным языком, то есть эсперанто, ну, вот, как международный язык, скорее не состоялся, но как такой интересный проект языкового конструирования, в общем, работает, потому что есть несколько сотен тысяч людей в современном мире, которые его знают, и так или иначе в нем говорят, да, ну, вообще, такой очень успешный результат. Никакой другой искусственный язык до такого не добрался. На клингонском языке не говорят сотни тысяч людей. Там говорят десятки, скорее. Даже десятки, да. Ну, то есть пара сотен людей, может быть, что-то знают, там, чуть больше, чем отдельные слова, да, но прям поговорить может, ну, несколько десятков человек. Ну, вот, получается, тот же, если Клингонский взять, то впервые я о нем так хорошо услышал, ну, кроме Стартрека, я до Стартрек не смотрел, как бы, до такого возраста, можно сказать, до своего возраста сейчас. Вот, я сейчас начал смотреть Стартрек. Вот, а смотрел теорию большого взрыва, и там вот был момент, когда там Шелдон говорил на клингонском, а это популяризация той самой вот лингвистики, тем, что вы занимаетесь, получается. И потом был фильм «Прибытие». Как вы к нему относитесь? Ну, грубо говоря, есть ли такие же фильмы про вот вашу область науки, которые стоит посмотреть, чтобы понять, чем вы занимаетесь? Или «Прибытие» достаточно хорош в этом плане? — «Прибытие» — хороший фильм, но это все-таки очень, на самом деле, очень-очень маргинальная область лингвистики, которая там представлена. Это вот то, о чем мы говорим, что это… — Главное, без спойлеров, потому что я не смотрел. — Да, все хорошо. — Ты вообще не о них фильм не смотрел. Ну, ты понимаешь, прилетают пришельцы. Это не спойлеров. Хорошо. Летают пришельцы, надо с ними как-то поговорить. Дальше выясняется, что они думают по-другому, потому что у них другой язык. Потому что в их языке нет времени, вот как в индейце в Хопе, которые уже сегодня упоминались, что там что-то… Из этого следуют какие-то особенности их научной картины мира, их понимание окружающей действительности. То есть это вот здесь, в этом фильме, проводится идея, что если ты говоришь на каком-то языке, то язык влияет на твое мышление, и ты думаешь по-другому. Это самая гипотезинкристическая относительность, про которую мы говорили. — Ну, есть вопросы, да, насколько… — Почему это маргинально? — Есть вопрос в том, насколько это верно в глобальном смысле. То есть вот насколько русский язык влияет на то, как я думаю, да? Ну, действительно, да… — Русская душа Достоевский, да? — Русская душа Достоевский, да? Не очень хочется, да, вот это всё впадать. Можно ставить какие-то эксперименты, да, что вот у меня в моём родном русском языке есть слова «голубой» и «синий», да, а в английском по умолчанию это называется «blue». Ну и там и там можно различать десятки оттенков, это понятно по-английски. Тоже при желании можно сказать «light blue», «dark blue», ещё что-нибудь, да, куча разных слов есть, да, ну, по-русски можно ещё сказать, не знаю, «берлинская лазурь». Да. Но мы так не говорим. Мы по умолчанию там предметы из этой части спектра называем синими и голубыми, а носители английского как они делят. Ну и дальше, если там мне надо какие-то цвета опознавать, да, например, находить различия между там чуть более светлым оттенком и чуть более тёмным оттенком, да, то эксперименты показывают, что человек с родным русским языком нам это делает на какие-то там доли секунды быстрее, чем человек с английским родным языком, да, там, где эти различия небольшие, ну вот потому что я на это натренирован, да, и мне всё время надо различать синий и голубой. Да, поэтому там если есть такая задача, то я её решаю чуть быстрее. Но говорить ли это что-то глобальное обо мне, ну, как бы непонятно, да, то есть в этом смысле, ну вот то, насколько существенными могут быть различия, вызываемые языком, в этом смысле есть вопросы. И поэтому, конечно, фильм «Прибытие», который, я всё ещё не делаю спойлеров, да, там героиня его, этого фильма выучит язык пришельцев и начнёт думать по-другому, довольно радикальном ключе по сравнению с тем, как мы привыкли, что думают люди. Да, но вот возможно ли это, совершенно непонятно, да, то есть на 50 миллисекунд быстрее это реагировать на цвета, это, пожалуйста, вот глобально, не знаю. Ну, если мы встретимся с какими-нибудь племенами, которые никогда с нами не контактировали, ну, что бы язык вообще существует, да? Ну, есть же, по-моему, совсем бесконтактные племена, там, буквально совсем, которые, может, один раз-то контакты были. Ну, такого в современном мире не бывает, даже где-то пиража. Есть действительно очень закрытые, там, я буквально год или два года назад слышал про историю, что... На Гавайях. Я не помню, где то, что чувак какой-то... То есть, когда просто к ним на вертолёте подлетает к острову, чтобы сбросить какие-то там гуманитарные предметы, я не знаю, потому что, ну, там, не знаю, голодает они из каких-то причин глобальных. Они вместо этого начинают стрелять из луков в вертолёты и сжигают всё, что им привозят. Ну, довольно понятное поведение, в общем. Да, мало ли что. Мало ли что, да. Ну и вот, получается, можно у них чему-то научиться или бесполезно, или пробовали и не получилось? Ну, как бы, непонятно, вот, чему можно научиться в этом смысле, да? Ну, стоит ли учить русский язык, чтобы развить вот эту вот сверхспособность, чуть-чуть быстрее различать оттенки синего цвета? Ну, непонятно. То есть, стоит ли учить сиакусский, чтобы знать 50 оттенков? Оттенков, да, снега. Ну, у нас там нет его, ну, ладно. Вот. А на самом деле с инопланетянами такая тема, вот, по прибытии-то понятно, они сами прилетели, а есть же сейчас целые, как бы, сети программы, поиск внеземного разума и отправка сигналов, МЭТИ, так называемый, Message to Extracturist of Intelligence, вот, там они тоже придумывают некий такой математический код, логику какую-то, типа языка, отправляют, вот, ну, сначала пластинки отправляли, да? Пластинки, пионер. Да, на самом деле, я не знаю, если дать любому человеку в мире эту пластинку, я думаю, кроме авторов, никто не поймет, что там вообще такое, но я не знаю, ну, может, кто-то поймет, конечно, вот, или если долго будет сидеть, вот, вот, и отправляют туда вот такие послания, типа простые, там, вычисления какие-то, еще какой-то математический язык, грубо говоря, а вот в прибытии совершенно другая история была, получается, они сами прилетели, и у них совершенно какой-то другой язык, вот, то есть нам с ними пришлось коммуницировать, и как, и там вроде математики, я не помню, я давно смотрел, но с математикой там вроде ничего такого связанного не было. Идея фильма стоит в том, что математики и физики как раз провалились, а вот пришел полевой лингвист, и все разрулило. Звучит уже забавно. Да, уже забавно, и можно рекомендовать просмотру. Можно отлучать. Да, вот, хороший. Ну, а твой вопрос был, какие фильмы, кроме этого, можно рекомендовать, вот, парочку про лингвистов, чтобы просто понимать, как... Что зацепило, как же вы говорили. Да, но фильмов про лингвистов вообще не очень много, да, потому что это самая популярная в мире профессия. Не очень популярная, не очень зрелищная профессия. Даже в код да Винчи может быть. Я буквально на днях посмотрел фильм «Игры разумов» про то, как... Нет, «Игры разумов». Разумов. Да, про то, как составляли английский оксфордский словарь. Да. И это, конечно, очень интересно. Ну, вот, ну, то есть там показывали, как на протяжении, по-моему, чуть ли не сорока лет составляли английский словарь. Ага. Есть ли такого же объема словари русского языка, которые, я не знаю, состоят там из десятков томов на каждую букву? Есть большие академические слова русского языка, другое дело, что его просто никто не знает. Теперь знаете. Да, есть многотомные слова русских народных говоров, например, которые... Я только Ожегова знаю максимально. Люди знают Ожегова, Даля, Ушакова может быть... что брала одна книжка, не очень толстая, то есть относительно толстая, но... Даля это четыре книжки, и Ушакова это четыре книжки толстых довольно, Ожегов это одна книжка, одна толстая, да. Ну, в общем, в этом смысле большой академический словарь, два десятка томов, конечно, сопоставим с Оксфордским словарем, да, но вот именно такой публичности очень сильно ему проигрывает. Другое дело, что, опять-таки, Оксфордский словарь это не то, чем люди каждый день пользуются, да, то есть это в принципе для носителя языка нормального человека, что ему нужно? Ему нужно узнать, как слово пишется, да, то есть ему нужно узнать, что вот, вот я знаю там слово раненый, с одной или с двумя его писать, да, и для этого такие большие словари в общем даже не нужны, да, то есть это, большие словари, это, конечно, очень интересно для изучения истории языка, Оксфордский словарь собрал себя все, что есть на протяжении истории английского языка, с толкованиями, с примерами и так далее, да, но опять-таки для простого человека это не такой источник гордости, может быть, за родных лексикографов, но не источник для чтения. В завершении, наверное, да, уже пора? Ну да, да. А можно блиц такой, три, пару, тройку вопросов? Вот тесты на русский язык, на ваш словарный запас плохие, хорошие, можно проходить, ничего не оценивать или оценивать? Бывают хорошие, но очень редко, то есть надо читать методику, есть хороший сайт, который делал такой человек Григорий Головин, я не помню адрес, testmywacup.info, кажется, там хорошо, а есть какие-то тесты единые для всех языков, которые выдают очень похожие результаты, вот это ерунда. Ваш любимый язык? Мой любимый язык исландский. Исландский? Знаю я его очень плохо, но очень люблю. Тоже слегка? Ну, потому что я начал его учить в довольно позднем возрасте, уже на третьем или четвёртом курсе, я уделял его меньше внимания, чем хотелось бы, потому что ничего не успеваю, я всё время думаю, что вот сейчас я сяду смотреть исландское телевидение, сейчас почитаю книжку по исландскому, и сейчас как всё выучу, и всё пойдёт. Ну, как бы я сажусь смотреть исландское телевидение, я смотрю 15 минут, а потом в следующий раз через полгода. И последний вопрос. Самые древние языки из ныне существующих? Не бывает. Не бывает. То есть все языки, если языки восходят к какому-то одному предку, так этот предок возник. Ну, у нас 7 тысяч языков, и самые древние из них… Да, но если предок был один, то тогда все языки одинаково древние. Если предков было несколько, тогда самые древние языки, это те языки, которые восходят к тому предку, которые возник раньше. Да, всё это абсолютно воззрительные спекуляции, мы этого не знаем. Это было 100 тысяч лет назад. Вот, сейчас у меня последний вопрос. Сколько языков ты знаешь? Так, чтобы можно было условно как-то в той стране, где… Чтобы нормально говорить, ну, чтобы меня самого не раздражало то, как я говорю, это, наверное, пять. Ну, русский, сербский, второй родной язык, английский, немецкий, шведский. А дальше уже всякие нюансы начинается там французский, французский читаю хорошо, говорю плохо, ну и так далее. Спасибо. Спасибо тебе, что пришел. Спасибо. Очень с вас поговорили. Классно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова